На минувшей неделе Владимир Путин сам охарактеризовал себя фразой, что слюнтяй не может управлять Россией. Но, естественно, не слюнтяй должен хотя бы иногда выполнять свои обещания. И он, представьте себе, выполнил. Ну, наконец-то! Хотя бы что-то да выполнил. Причем, выполнил-то ведь что? Выпить беленькую в Дагестане. И он обещал еще это 20 лет тому назад. Естественно, лучше уж поздно, чем никогда. А вот его слова о полезности митингов и о том, что они встряхивают власть чиновников, уже расходятся с делом. В четверг более тысячи сотрудников правоохранительных органов по всей стране устроили обыски в штабах Навального. Известно 122 случая. Но одним лишь Навальным бюджетники, нацепившие на себя погоны, довольствоваться не стали. Обыскивали наблюдателей и правозащитников, и даже журналистов. А сейчас обо всем этом и многом другом по порядку. На минувшей неделе «Единая Россия» саботировала голосование за законопроект о либерализации статьи 212 прим. 1 Уголовного кодекса. Название ее звучит так. «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Сейчас санкции этой статьи включают в себя фантастические по своему размеру штрафы и даже путевки на длительный срок на отдых в места не столь отдаленные. Депутаты Госдумы решили смягчить ее. И вопрос этот обсуждался на самом деле достаточно долго. Законопроект разработали и внесли в Думу. И затем «Единая Россия», видимо, получили команду сверху саботировать его. Вот, смотрите, какая красота-то! Но ведь, естественно, они уже обожглись пенсионной реформой, и теперь они действуют немного по-другому. Теперь они просто не голосуют, саботируют заседание Думы. За митинги по-прежнему будут наказывать по всей строгости режима, ой, простите, закона. А вот по строгости закона это вот так. Это вы сейчас наблюдали как силовики, то бишь представители власти, представляли ее, то бишь власть, в питерском штабе Навального. И вот так по всей стране. А чтобы скрыть следы своих преступлений, первым делом они везде заклеивали изоленты, ну или просто ломали камеры видеонаблюдения. А сейчас вы увидите лайфхак на тему, как вести себя с сотрудниками Следственного комитета. Лайфхак от кандидата в мэр Новосибирска Сергея Бойко. К нему тоже с обыском нагрянули силовики. Привет, друзья! Это вот, покажи прямо сюда. Это дрон с жесткими дисками, очень важными. Там вся ценная цифровая информация на нем. А почему он летает, спросите? А потому что ко мне с обыском пришла полиция, сейчас мы отмечаем дрон. Это самое важное дело. А после этого вернемся к дискуссии с силовиками. Что-то невообразимое до сели происходило, да и сейчас происходит в Улан-Удэ. Сюда дошел известный якутский шаман Александр Габышев, что уже несколько месяцев идет пешком на Москву. Собрался он нечистую силу из Кремля изгонять. Видимо, столица Бурятии так зарядил он своей энергией местных жителей, преимущественно коммунистов, что там устроили они многодневный несанкционированный митинг. Эдакий мини-майдан. Кадры с площади Советов стали разлетаться по всей России. Да что уж там по России, по миру. И даже журналисты местных госканалов стали переходить на сторону протестующих. Вы все видели, остальное потом... Скажите, это нормально, что ваши бойцы сейчас оттесняли людей, толкали, пихали? Здесь стоим в рамках федерального закона. Какой закон? Сотрудники полиции закон не нарушали, федеральный. Пожалуйста, сейчас некогда общение, поэтому занимайтесь. Назовите мне статью. Какую статью нарушили эти граждане? 54-й федеральный закон Российской Федерации. Я что-то не владею. Достаточно. Обратитесь к нормам закона сами. На каком основании не разбили машину вот этого человека и вытащили его оттуда? На основании законных требований, которыми не подчинились данные граждане. Я что не имею права сидеть в своей машине на площади Совета? Комментарии на текущий момент закончены. Нет, я что не имею права сидеть в своей машине на площади Советов? Я ответил на ваши вопросы. Я не понимаю, за что задержали этого мужчину? Пожалуйста, не мешайте работать. За что вы задержали этого мужчину? Знакомьтесь, это Анна Зуева. Работала она на местном телевидении. Сказала, что не может заключать сделку с совестью и красиво, непринужденно рассказывать своим телезрителям о суперреспублике и городе для людей, когда этих самых людей тут бьют. Но апофеоз случился на третью ночь состояния. Дело в том, что лидеры протеста спокойно-приспокойно ночевали в припаркованном близи площади автобусе. Рядом стоял автомобиль, принадлежащий республиканскому КПРФ. Так вот, сначала росгвардейцы словно бандиты разбили арматурой и топорами машину. Затем они совершили налеты на автобус. Смотрим. Смотрите, смотрите, просто сейчас ОМОН пришел. ОМОН, двери закрываем, все. ОМОН. Смотрите, просто, ребята, Росгвардия. Росгвардия. Смотрите, вот, Росгвардия просто открывает. Двери просто, все. Посмотрите, просто, Росгвардия. Просто. Смотрите, ребята, вот, смотрите. Смех! 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 Петя! Петя, окей! Смех! Смех! Стоять-ка я! Да Россия просто должна видеть, как это... Это наш! Спасите, пошел! Я не боюсь! Я не боюсь! Я не боюсь! Выходим, выходим! Выходим! Если вы не поняли, то людей травили газом, словно фашисты. А потом, и это уже не попало в объективы. Спасающихся бегством из газовой камеры втаптывали берцами в асфальт. В том числе и беременную женщину. Однако уголовное дело возбудить почему-то отказались на росгвардейцев. Зато возбудили его на тех, кто находился в автобусе. Якобы газовую атаку устроили именно они. И нежные беззащитные девочки, ой, простите, росгвардейцы пострадали от нее. Прям боль и физические страдания испытывали. Вернемся к теме выборов. Наблюдатель зафиксировал нарушения и получил за то, что без спроса не санкционировано с их точки зрения зафиксировал эти нарушения. Это все, что нам нужно знать о прошедших в стране выборах. Идем дальше. А тем временем в Твери произошло внеземное событие. День трезвости в церковный праздник усекновения главы пророка Иоанна Предтечи начали отмечать еще в дореволюционной России. В Твери в новые времена особые молебны и крестные ходы в этот день совершаются уже 15 лет. А в 2006 году в столице Верхней Волжи впервые был организован облет всех районов города с иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша», которые обычно молятся об избавлении от пьянства. В этом году на борт самолета, совершающего уже традиционный крестный лед, впервые за его 15-летнюю историю поднялся архиерей, митрополит Тверской Кашинский Савва. Владыка признался, что давно мечтал взглянуть на наш город с высоты птичьего полета и помолиться о благополучии всех горожан и защите Твери от бед и напастей. В день трезвости мы сегодня совершали молебные пения тех, кто страдает недугом пьянства. И вот, наверное, мы тоже сегодня эту молитву нашу посвятим именно тем людям, которые болеют этими страстями пагубными, чтобы Господь их как-то оградил или исцелил. Мы уже рассказывали вам о том, что собираем деньги на первый репортаж о ситуации в Архангельской области и в Республике Коми. В смысле, не на наш первый репортаж из Архангельской области и Коми, а вообще первый. Ибо то, что там происходит, никто не освещает. Мы испытываем явный дефицит новостей из Архангельской области и Республики Коми. Здесь и мегасвалку для Москвы строят на 350 миллионов тонн столичного мусора в год. Причем строят ее на болотах. А это значит, что могут погубить всю тайгу. Здесь, под видом благотворительности, фирма сына генпрокурора тратит бюджетные деньги. Здесь бандиты, нанятые прокурорским сынком, избивают активистов. Их загоняют в ямы и держат там под долом автомата. Словно фашисты во времена войны на оккупированных территориях. Здесь люди выходят на грандиозные митинги с концертами. Они заявляют, что при таком отношении к ним государство российского, это государство им просто не нужно. Но нам всего этого не показывают. Мы очень хотим съездить в Архангельскую область и в Республику Коми. И сделать хотя бы один нормальный репортаж про то, что там происходит. Но у нас нет на это средств. И мы уже три месяца не можем найти спонсора для этого сюжета. Местные предприниматели боятся. А иногородним это просто не интересно. Расстояния там огромные, а гостиницы и транспорт весьма дорогие. Нашей съемочной группе придется ехать на северо-запад России минимум на 10 дней. И уже там на месте преодолеть расстояние суммарно более чем в 3000 километров. на поездах и на вездеходах. Для этого нам нужна сумма в 200 тысяч рублей. Это не наша зарплата и не наш доход. Точная смета находится в описании под видео. Подчеркиваю, мы ничего на этом не заработаем. Это минимально необходимая сумма для того, чтобы побывать в Архангельске, в Сыктывкаре, в Северодвинске, в Нюноксе и в Шиесе. И не только там. Но это того стоит. Как помочь, вы сейчас видите на своих экранах. Эта же информация продублирована в описании под видео. Благодаря вашей помощи мы уже собрали 85 тысяч из 200 минимально необходимых на репортаж. Огромное спасибо всем, кто помог. Но, к сожалению, этого пока недостаточно. Потому я еще раз вынужден обратиться к вам за помощью. Все реквизиты находятся в описании под видео. О достижениях нашей новой индустрии в рубрике «После выборов». В городе Сысерд, что с Ирловской области, в преддверии отопительного сезона без газа остались десятки предприятий, расположенных в районе завода РТО. Причиной стал демонтаж участка газопровода, находящегося на территории «Уралгидромаш». От работников и руководства отключенных от газа компаний стало известно, что 29 августа на территории завода «Уралгидромаш» была перекрыта задвижка. В результате чего газ перестал поступать всем подключенным предприятиям. С 4 по 5 сентября участок газопровода был вовсе демонтирован. Сразу несколько предприятий сообщили, что прекращение подачи газа являлось несанкционированным и было инициировано третьими лицами, не имеющими отношения к газораспределительной организации или поставщику. Газораспределительная компания, в свою очередь, не может получить доступ на территорию, а местная администрация никак не вмешивается в ситуацию. Бизнесмены уверены, что это рейдерский захват. Они уже готовятся к консервации своих производств на зимний период. Тысячи работников уйдут в вынужденные отпуска или попадут под сокращение. Смотрите программу «Что произошло» на Крик ТВ в течение всей недели и по субботам в Ютубе на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите на соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. На канал не забывайте подписаться, проверяйте свою подписку, она слетает. Обязательно увидимся через неделю.